Сегодня в рамках подготовки к столетию образования Республики Башкортостан большое внимание уделяется памятникам культуры природы. Я хочу рассказать о замечательном уголке в Шаранском районе деревни Михаловка. Деревня основана в 1882 году. Раньше ее называли Нимзя, а кто-то то Баш, что в переводе означает «голова горы». Действительно, Михаловка находится на возвышенности. Деревня – сельский клуб, уютный сквер и парк, где растут прекрасные деревья и пестрые благоухающие клумбы. В парке стоит памятник жителям села, погибших в годы Великой Отечественной войны. Цена их жизни – наша мирная жизнь сегодня. Здесь нет больших магазинов, нет солидных офисов. Тихие дворики дают успокоение и радость. В деревушке всегда сохраняется чистота. По одной стороне улицы стоят маленькие, аккуратные, ничем не примечательные домики. А по другую сторону протянулся длинный овраг, засаженный деревьями. В нем от чистого родника берет свое начало река Курман-Елга. А неподалеку от нашей деревни располагается еще один овражек. Его называют Медвежий. Бытует суждение, что там жили медведи, так как здесь были дремучие леса. Мой край родной, мой уголок природы. Простор небес лазурных голубых в любой сезон, в любое время года. И в зной, и в ясную морозную погоду не отведу я глаз от всех красот твоих. О, как ты красива, моя родина, как красивая твоя природа в любое время года. Вот лучик солнца, пробившийся сквозь тучу. Отражается в золоте креста, озаряя ее все вокруг. Это зрелище завораживает. Настроение улучшается. В поиски таинств природы я отправляюсь на небольшие водопады. Это поистине потрясающее зрелище. Далеко разносится шум, падающий с небольшой высоты воды. И этот звук манит. Из трерывных падает вода. И рассыпается в неделю миллиарды мелких грязь. Смотря на водопад, так и хочется загнивать в него. Узнать, что он скрывает от наших глаз. Вет и старается во благо процветания деревни трудолюбивый народ. Так, житель деревни Данилов Валентин Иванович на протяжении многих лет кропотливо собирал в архивах и библиотеках сведения и факты и обрабатывал их и для книги о родном районе. Результатом стало издание трех книг. А оказывается, он был Алексей. Вот и Алексей Алексеев пошел дальше. Я начал заниматься в архиве историческом. Вот там нашел все это. И уже пошел. В ваших книгах все подробно описывается. С каких источников вы все это взяли? Источник в основном архив. Исторический архив. Я там четыре года зимние месяцы занимался. А сам архив где находится? Архив находится по улице Карла Маркса 4. В городе Уфеда. В городе Уфеда, да. Веснец садика. Не всегда можно подключиться к сети интернет. Есть школа, но, к сожалению, она не функционирует. Тяжело проехать по дорогам весной и осенью. Но я люблю свою родину больше всех на свете. Пусть она еще и не очень развитая и кажется стародомной, но она родная. Живи мой край. Храни... Прекрасней в мире нет земли. Это наш край родной. Здесь поют всем соловьи. Это наш край родной. И березы, и цветы. Это наш край родной. В роще спеют ягоды. Это наш край родной. Где бы ни был я, в край родной я вернусь. И в чужой стране не задержусь. Там родилась я, там земля моя. Я всегда свой край вернусь. Там родилась я, там земля моя. Я всегда свой край вернусь. Тяжело парня. Там родилась я, там где мои края. Продолжение следует...